У меня жена русская, мы разводимся, есть дочка 4 месяца. Я хочу воспитать ребёнка по исламу. Имею ли я право забрать ребёнка? И когда я имею право это сделать? Зачем подчеркивать, жена русская? Надо посмотреть, жена мусульманка или не мусульманка. Если мусульманка жена, и ребёнка у неё остаётся, есть даже разводы, ребёнок остаётся с матерью. Мы это всё объясняли. С матерью остаётся, отец должен ребёнка обеспечивать. Некоторые говорят, ребёнка, мама он не должен обеспечивать, они развиваются, они же чужие люди, он должен своё ребёнка обеспечивать. Его кормить, обувать, одевать, если там школу что-то надо купить. Это школьный предназначение покупать, это на отца. Но ребёнок живёт у матери. До скалки он там должен жить. Если мама мусульманка, она воспитывает его до семи лет, до этого времени отец может приходить, увидеть, смотреть за ребёнком, забирать к себе. И потом, после семи лет, даётся выбор, кому? Ребёнку. Выбирай, у кого ты хочешь остаться, там она останется. Если скажешь, я с отцом хочу остаться, с отцом останется. Если скажешь, я хочу с матерью остаться, с матерью остается. Это если оба родители мусульманы, оба родители праведные, оба родители воспитывают детей. Если вторая сторона или один из родителей не является мусульманами, тогда остаётся ребёнок с мусульманом. С мусульманом остаётся ребёнок. Из-за этого некоторые говорят, я свою ребёнка насильно заберу, то заберёт. Нет, не переходите границы Аллаха, если вы хотите в вашем этом бараке. Ты возьмёшь, если тебе шариат разрешает. Если шариат не разрешает, не возьмёшь. Есть другое мнение тоже. На это смотрят каады. У кого оставят ребёнок, это многие нынешние саудыцкие учёные тоже, которые фатфу дают это. Это мнение Ибн Каима тоже. Каады, судья, решает ребёнок, у кого остаться. Сидя, это более такое приемлемое мнение тоже. Это почему? Сидя не смотрит, где ребёнок хочет. Он смотрит, где для ребёнка более... Для религии. Для ребёнка имеется в виду. Где для него более подходящее место. Для ребёнка и для его религии. И там много примеров. Один из примеров. Судья привёл ребёнка. Ребёнка спросил, у кого хочешь остаться. Он говорит, у отца. Ну, как он уже вырос, хотел у отца оставить. Мама говорит, этот ребёнок, спроси сына, почему у отца остаётся. Каады спросил, почему ты у отца остаёшься. Говорит, потому что отец к мне всегда играть пускает, всё это делает. Ничего не заставляет. А мама постоянно учиться заставляет. Куран учит, это учит, мне постоянно загружает учёбой. Посмотрел на это. Каады и Хукм сделал, чтобы ребёнок остался у матери. Потому что там более её маслаха. Более её польза для ребёнка. Польза, чтобы она матери была, чтобы он вырос мусульманином, вырос знающим человеком. А не там по улицам шалялся, как он сам хочет ребёнок. Ребёнок, конечно, всегда хочет гулять, всегда хочет свободу. Но это же не его маслаха, не его польза. Из-за этого, даже если это мнение выбирает Каады и Хукм сделает Каады, чтобы остался ребёнок у матери или же у отца, этим должны подчиняться Аллаху Алим. Продолжение следует...